Приветствую вас, и давайте попробуем по порядку ответить вам на те вопросы, которые вас беспокоят. Начнем с первого, это не любовь. И это не любовь потому, что вы несчастливы. Когда любят человека, когда хочется быть с ним, и когда человек любит, в ответ мы обретаем счастье, поскольку ваше состояние можно описать как угодно, только не как счастливое, то можно говорить одному, что это не любовь. Дальше, говоря о зависимости, да, к сожалению, это есть зависимо, связано оно с тем, что вы, вероятно, мужчин привыкли воспринимать как слабее себя, то есть мужчины для вас выступали как бы не… и когда появился тот мужчина, который оказался сильнее вас, смог поставить себя, сильнее вас, независимый, он вас покорил. И вы, конечно, не готовы к такому вот обращению, к такому отношению. У вас не было готовых решений для этого, и из-за этого у вас подникла такая вот ситуация. А причина этого может скрыться как в отношениях с родителями, то есть, если у вас, например, были проблемы с отцом, то, соответственно, в этом мужчине вы видите отца, такого, как он у вас был, или есть, или, возможно, такого, как вы хотели бы его видеть. То есть, зависимость от кого-либо, от чего-либо – это всегда удовлетворение какой-то потребности. Это всегда первоначальная невозможность удовлетворения какой-либо потребности. И для того, чтобы начать избавляться от отцом, нужно понять, для чего же вы, собственно говоря, с этим мужчиной. Чего вам не хватает. Что вам не дает, а вам от него отстраниться. Что вам дает общение с ним. Это очень важно, потому что понимание этой причины позволит вам понять, чего вам не хватает. Начать добиваться того, чего вам не хватает самостоятельно, без контекста человека и таким образом обрести недависимость в отношениях с мужчиной. Собственно говоря, безвыходна ли ваша ситуация? Нет. Ситуация ваша не безвыходная. У нее есть, безусловно, решение. Это, в первую очередь, работа в том направлении, которое я осуществил. И при должном упорстве, при терпении можно выяснить, чего вам не хватает, чтобы вы обрели это и смогли тогда стать независимой от отношений. Ведь гордость, самоуважение, это очень хорошо. Но то, что вам говорили, что вы слишком горды, это тоже, как ни странно, есть небольшой симптом. Симптом, возможно, некоторого страха, симптом, возможно, некого подавленного чувства, некого подавленного желания, которое и реализовалось у вас с этим мужчиной. То есть, для начала нужно раскрыть вашу историю, ваше желание, ваши потребности, ваши цели, перенести их в плоскость личных отношений и понять, где образовалось отклонение, где образовались равногласия и противоречия. И вот эти противоречия нужно разрешить, чтобы помочь вам избавиться от зависимости. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Если вам какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго, удачи и принятия верного решения относительно своей будущей жизни. Вам нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе и поработать с ним конкретно по своей проблеме. И тогда у вас все будет хорошо.